всем привет с вами монах синего еще один интересный долгострой нашел хотя он странно может какой торговый комплекс был да нет типа под балкона сделано муж гостишка какая к сожалению туда не пришлось не получилось у нас подняться потому что там охрана разговаривала поэтому мы сейчас уйдем немножко в сторонку прогуляться и может быть как-нибудь вернемся обратно туда тоже интересное строение видите ну как бы один кусок второй кусок и вот там третий кусок что это такое не знаю поднимем сейчас на второй этаж и может со второго что будет получше видно сюда интересно открывается вот там где-то разговаривал охранник мы сейчас попробуем вот туда еще пробраться ничуть я мимо шел и такой чуть такой валяется а это улитки представляете и ладно вот они две типа медленно-медленно ползут вот еще одна вот вот две вот две маленькие понимаете улиток здесь как грязи не знаешь прям так за улиточный дом такой и вот еще одна отдельно живая пока мы давить не будем так пошел дождь нам надо где-то спрятаться будем искать место где спрятаться о смотрите какие коммуникации блин я даже не могу точно сказать сколько здесь таких домов но их тут до хрена раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 12 только я двенадцать насчитал вон там тринадцать четырнадцатый слушай ну банально вот с этой стороны два три четыре пять пять домов видите но это как шестой вот рядом с ним седьмой мы сейчас находимся на втором этаже и чтобы вы понимали расположение ну вот какое-то маленькое окошечко тут вот вместе с утеплителем что-то было и тут походу какой-то выход был может балкон что она на балкон был ведь он просто упал окрепился нам соответственно такая плита здесь было можно было выйти на балкончик не могу нигде показать а вон там тоже упал вон еще тоже дом так с этой стороны комнатка с несколькими окнами вот лестница видите все разбивали окна видимо вытащить не смогли все поразбивали здесь наверно коммуникация должна была проходить наверно в подвал туда шла ну наверное причем здесь подвал еще есть этот насад на какой-то выход на чердак есть выход этот лестница на первый этаж а может быть это кстати вентиляция должна была быть тоже не могу вам ничего сказать по этому поводу вот так выглядит первый этаж по факту он точно такой же как второй только здесь от комната побольше перегородки тут нету смесь он лежит но видите да вся эта смесь она уже превратилась просто в камень то есть по факту это мусор дальше 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 пытался спать вот скорее всего ванна или туалет а может быть два туалета скорее всего два туалета наверно ванная была это тоже комната а так это прихожая вообще это прихожая точно так и что-то мне еще тут интересное такое показалось то приметку ему а вот это наверное это скорее всего судя по размеру окна проема скорее всего это был гараж видите да вот как здесь гараж был вон плита тоже упала там еще не упала мы сейчас к тому домику пойдем посмотрим а ну и подвал короче да чуть не забыл про подвал и скорее всего это на одну семью дом то то есть такой довольно таки блатной домик тоже несколько я так понимаю отделений вот тут две комнаты даже три ну и здесь большая комната огромная просто спасибо тут даже можно было баню сделать йог макарёк особенно вот в этом помещении тепло то не буду ходить это я так понял земля потому что вот вода все выходим наверх теоретически здесь делать больше нечего вот видите здесь косырёк грохнулся а здесь он на грани того что он сейчас завалится так что вот такой вот заброшенный дачный поселок были на сколько улиток то ты посмотри там тоже были вот еще одна вот еще одна ходишь и как бы на них не наступить вот там стройматериал лежит труба вот стройматериал лежит теоретически вот в этот дом мы можем зайти тут вообще пролет лестнице поломали у лягушка там плавает ну не знаю выживет не выживет вот если туда кто-то упал но только он ту лестницу представлять вообще как бы здесь по моему по какой-то пожар был что-то горело это вот в одной в этой комнате так о чем все пришли посмотреть козырек так это гараж у помните так вот 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 он этот козырек потом то что видите падать начал то есть он в любой момент может на самом деле рухнуть а почему а потому что вот такие опоры по забирали вот там была опора они ее забрали и все это рухнуло любителя металлолома да вот так вот все поразбили все вообще слушать я сначала думал что все я как бы на крайне этого поселка который заброшенный уж хотел в этот дом зайти на еще зайду по-любому вот но я такой смотрю а там видите дальше еще что то есть поэтому сейчас я вот этот дом осмотрю и мы туда дальше продолжим путь этот дом необычный там сгорел еще какой-то деревянный дом но сейчас не про это я про то что вот этот дом необычный почему-то у него есть достроение совсем другое поэтому идем на третий этаж все это двухэтажные были а тут вот как слушайте блин еще один полноценный этаж по факту вот видите дом сгорел еще деревянный и вон там еще сколько уютно 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 вот здесь еще даже пруд какой-то ну из балок из железных собрана конструкция довольно таки высокий так идем к остальным зданиям это первоначально вообще даже не обратил внимание а сейчас понял а подвал затоплен и лед смотрите стоит здесь ты его нету хотя вы видите я шевелю его бьется об стенку вот он лед и вот там дальше тоже лед о как а что там подо льдом не знаю этот получается что пол пролета затоплено пол пролета то есть но если смотреть по первому этажу да то мы понимаем вот пролет затоплена блин мне вот так вот вот так вот мне будет там затоплена а таз полный доклад двигаемся вероятность что эти дома не могут сдать из-за того что здесь вот раз стоит дом я даже видел там местный житель ходил по факту это просто не их территория самозахватом взяли что здесь настроили и соответственно продать не смогли либо уже давно продали сейчас люди просто не могут вернуть свои деньги а это потихоньку разворовывать о собак какая бегать сейчас прибежит ко мне придется ее мочить что жутко не хотелось бы то есть получается между вот этими домами стоит еще деревянный дом которым проживают люди собакой там и вот представляете каково ей находиться между вот этими мертвыми домами и вот этими просто страх божий сейчас перешли и находимся возле вот этих вот еще убитых домов понимаете да просто по всем тут не находишься иду самые такие интересные которые ну как-то выделяются тогда по факту они все одинаковые это по идее должен быть был гараж но вот я достаю до потолка значит проем примерно два метра да это подвальное помещение это получается типа второй этаж ой второй гараж наверно можно было в подвал спуститься не знаю такая интересная лестница уже выложила я так понимаю это как бы у них парадный вход их у меня да ну мы входим в самый крайний пойдемте а и туда тоже кстати выход есть ничего себе оригинально сюда поворачиваем и здесь такая интересная комната но что интересней подвала идем у блин это еще один гараж круто только не понял это получается 4 гаража с той стороны должен быть такой же сейчас мы эту версию проверим ну да дальше есть интересный момент можно подняться на второй этаж на втором этаже тут были по ходу стенки их просто поломали все больше подняться некуда значит здесь как я понял гараж первый этаж и второй этаж все и пройдемся посередине вот по этой поднимаемся и видим что на втором этаже у нас ну нет входа идем сразу на 3 вот он третий этаж вот оттуда мы пришли вот так выглядят дома это выглядит вот ветер довольно сильный теоретически не вижу смысла подниматься где хотят по моему там кто-то гуляет надо посмотреть вот не хотел бы иметь дом рядом с такой заброшкой с газовой магистралью с речкой не речь хотел и дорогой это просто трач какой-то ужасно ну этот дом не отличается от того в котором мы были поэтому снимать в принципе нечего если только с этого ракурса дикое ощущение на самом деле выше нет подъема перила все сбиты так что оставляйте свои комментарии ставьте лайки или дизлайки кому что понравилось кому что не понравилось а мы пойдем своим праведным путем дальше всем пока всем пока спасибо 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 Продолжение следует...